Морская пехота США репетирует десантную атаку на побережье Литвы. В июньских тренировках в Балтийском море участвовали 4000 военных из более чем 20 стран НАТО. Но смогут ли все страны-участницы сотрудничать с тем жервением на саммите НАТО в Брюсселе 11 и 12 июля? Мы для НАТО как свинья-копилка, из которой они любят брать деньги. Незадолго до встречи американский президент Дональд Трамп критиковал некоторых членов НАТО за то, что они недостаточно тратят на оборону. Германия платит только 1% ВВП. Мы платим 4% от гораздо большего ВВП. Саммит НАТО начнется прямо посреди торгового конфликта и вскоре после того, как Трамп отказался подписывать итоговое коммунике саммита Большой Семерки в Канаде. Вашингтон ввел пошлины на часть импорта из Евросоюза и Канады и они ответили тем же. Усилится ли раскол между союзниками в Брюсселе? Никто не знает. Для НАТО это абсолютно неопознанная территория. Военный аналитик Иоанн Лессер считает, что члены НАТО не готовы к худшему сценарию, где президент США будет угрожать отменить учения или вывести американские войска из Европы, если Евросоюз не отменит встречные пошлины на американские товары. Это абсолютно разрушительная связка и очевидно, что союзники не готовы к такого рода переговорам. Споры вокруг торговли, климата, Ирана, всего этого накладывают отпечаток на атмосферу в кулуарах саммита. Мы обеспокоены, что это перерастет в конфликт. Всего через несколько дней после саммита НАТО Дональд Трамп планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Среди вопросов, которые будут обсуждаться, конфликт на востоке Украины, в котором Москва поддерживает сепаратистов. Атмосфера раздора в Трансатлантическом альянсе накануне встречи Трампа и Путина сыграет последнему на руку и лишит США преимущества. Несмотря на беспокойство вокруг споров внутри альянса, в НАТО говорят, что вложения США в оборону в Европе выросли на 40% во время правления Трампа. Кроме того, утверждается, что остальные союзники тоже больше вкладывают в безопасность, приближаясь к 2% ВВП. Когда речь идет о НАТО, о безопасности и обороне, Трансатлантический альянс не ослабевает, а становится сильнее. Планируется, что члены НАТО продлят финансирование миссии в Афганистане до 2024 года, а тренировать афганские спецслужбы будет большее количество военных. НАТО тем временем продолжает расширяться. Предполагается, что как только Македония решит давний конфликт с Грецией по поводу названия, начнутся переговоры о ее вступлении в альянс. Стать членом НАТО хочет и другая балканская страна. Ведутся всевозможные переговоры о том, как помочь Боснии и Герцеговине стать ближе к НАТО. Все в их руках. Впрочем, саммит может быть омрачен расколом в рядах старейших членов альянса. Слоган прошлогодней встречи лидеров НАТО «Мы союзники, мы едины». В этом году их единство вызывает вопросы. Продолжение следует...